В настоящий момент системой видеонаблюдения оснащены более тысячи аудиторий, где в этом году будут сдавать единый госэкзамен. Эти камеры отличаются от предыдущих тем, что у них более широкий обзор, у них влагопылезащенность IP67, то есть они очень хорошо защищены от всех невзгод, которые могут включиться в аудиториях. Данная камера проверена в тестовой зоне и получила высший класс надежности, поэтому используем их. Видеонаблюдение при сдаче ЕГЭ компания Ростелеком организует шестой год. Во время экзамена IP-камера транслирует происходящее в Центр обработки данных в Екатеринбурге. Информация хранится 10 дней и может быть предоставлена по запросу в случае спорных ситуаций. Безусловно, мы позаботились о защите персональных данных и в объектив камер совершенно не попадают те данные, которые вносят ученики и соответственно ответы на экзаменационные задания. Разрешение камеры отличное, это Full HD разрешение и в кадре будет видна сама процедура сдачи экзамена. Соответственно, наблюдатели могут следить за ходом проведения экзамена, за отсутствием списывающих, каких-либо подсказок. В каждой аудитории по две камеры с углом обзора не менее 100 градусов. Специалисты уверяют, в объектив попадет весь процесс сдачи экзамена. Аудитории, которые раньше принимали 15 детей, будут рассажены 7, 9, где-то 11 детей. Все в зависимости от социальной дистанции, которой требуется рекомендации Роспотребнадзора. Поэтому это первое. Второе. Все взрослые организаторы будут находиться в средствах индивидуальной защиты. Маски и перчатки. Мы сейчас занимаемся этим вопросом приобретения. Обязательно все требования к уборке, то есть обработке пунктов проведения, к обработке рук при входе, к термометрии, то есть измерению температуры при входе. В этом году в связи с пандемией коронавируса экзамены будут проходить с 3 по 23 июля. Те, кто по какой-то причине не успеет сдать в положенный срок, смогут это сделать до конца августа. Наталья Кудряшова, Дмитрий Пищулин, Урал-1.